В апреле этого года бриданское издательство Inside the Box прекратило свое существование, сайт закрыт, все активы проданы и, возможно, никто бы не заметил потери бойца, ведь за плечами у издательства всего одна более-менее громкая игра Subterra, если бы не большой скандал, связанный с тем, что люди, которые поддержали новый проект игры на Kickstarter, до сих пор игру так и не получили и, возможно, уже никогда не получат. При этом игру и все дополнения к ней спокойно можно купить в любом интернет-магазине розничном за рубежом, речь идет вот об этой коробочке, это игра Subterra 2 Inferno's Edge, давайте же посмотрим, вдруг весь этот сербор вообще не стоит переживаний, а может быть наоборот, нужно срочно бежать покупать, пока не кончилось. Привет, меня зовут Дмитрий, вы на канале Geek Media. Игра Inferno's Edge, ее можно перевести как на краю преисподней, используют все те же основные механики своей предшественницы. Это та же кооперативная игра, в которой вы будете исследовать пещеру, открывая постепенно новые тайлы, борясь с естественными и потусторонними препятствиями. Но если в первой части вы случайно проваливаетесь в пещеру и пытаетесь найти выход наружу, то в новой части вы по своей воле отправляетесь в недра грозного вулкана, в лабиринты древнего храма в поисках могущественного артефакта. Ваша задача добраться до него и выбраться наверх с артефактом в руках, при этом существует несколько градаций успеха в зависимости от количества выживших членов экспедиции. Что же может случиться с вашей отважной командой? Дело в том, что потревоженное древнее божество ближе к концу партии разбудит вулкан и пещера храма будет стремительно наполняться лавой, поглощая все живое на своем пути. В игру могут играть от 1 до 6 игроков, но при этом персонажей должно быть минимум 3. То есть вы сами выбираете, сколько персонажей отправится на поиски артефакта и как вы их между собой поделите, но их должно быть от 3 до 6 персонажей. У каждого персонажа свои способности и уровень здоровья. На стол выкладываются начальные тайлы храмовой пещеры и фигурки персонажей выставляются на стартовый тайл. Тайл сокровищницы откладывается в сторону, остальные тайлы тщательно перемешиваются и помещаются в непростительно маленький мешочек. Отдельно в стороне вы помещаете вот такой трекер пробуждения вулкана и маркер. Откуда он стартует зависит от количества персонажей в игре и выбранного уровня сложности. Последнее, что нужно сделать, выбрать кто будет первым игроком. Он вот этой стороной берет себе жетон по структуре раунда и теперь все готово к игре. Как видите, подготовка к игре совсем несложная. А структура раунда вполне понятная. Сначала все игроки ходят по очереди, тратя при этом 2 очка действия. После этого они бросают вот такой вот кубик. За 1 очко действия можно либо открыть очередной тайл и приложить его к тому, где находится ваш персонаж, либо рискнуть и сразу перейти на этот тайл за то же самое 1 очко действия. Почему рискнуть? Потому что среди обычных поворотов и перекрестков встречаются различные ловушки, которые либо срабатывают сразу, либо это происходит в конце хода игрока. Еще за 1 очко действия можно вылечить игрока, который находится с вами на одном тайле. Можно положить, поднять или отдать другому игроку какой-нибудь предмет. Есть действия, которые стоят сразу оба очка. Во-первых, можно побежать и за 2 очка действия переместиться сразу на 3 тайла. 2 очка стоит действия копать. Когда вы открываете вот такой тайл, на него сразу размещается жетон завала и проход по этому тайлу теперь закрыт. И вам нужно будет потратить сразу 2 очка, чтобы откопать себе снова этот проход, если он вам нужен. На свое усмотрение вы можете добавить своему персонажу возможность получить еще 1 третье очко действия. То есть приложить дополнительные усилия. При этом вы сразу теряете 1 очко здоровья. И в перспективе еще одно здоровье, если вы неудачно выбросите на кубики вот эту грань. Помимо стандартных действий у каждого персонажа есть свои способности. Давайте рассмотрим их немножко поподробнее. Например, у священника есть способность. Он за целых 3 очка действия, правда, но тем не менее, может аж на 3 очка полечить другого персонажа, если он здоров, либо на 1 очко здоровья, если он совсем все потерял. Кроме того, он может расправляться с врагами. А здесь такие в игре есть, я попозже об этом расскажу. Так вот, опять же, за 3 очка действия он может просто какими-то своими магическими вещами уничтожить этого врага. Ветеран, он может уничтожить врага на тайле, на котором находится, потратив на это всего лишь 1 очко действия, не кидая никаких кубиков. Или он может положить вот такой вот жетон на тот тайл, на котором сам находится. И до начала своего следующего хода он полностью защищен, никто не может нанести ему никакой вред. Сапер. Во-первых, он может бросить гранату на соседний тайл и уничтожить всех врагов, которые там находятся. При этом все союзники этого сапера тоже потеряют здоровье, но, правда, только одно. Кроме того, он может разрушить стену. Для него есть специальные вот такие вот тайлы. И если он разрушает стену, он может пробить стену и осуществить проход между двумя тайлами, если того потребуется для него. Дальше. Здесь у нас есть мастер, который может совершать действие копать всего лишь за 1 очко. И у него есть тоже специальные жетоны. Он за 1 очко действия может поместить вот такой жетон на любой тайл. И отныне этот тайл будет полностью безопасен для прохода. Никакие ловушки и прочие опасности на этом тайле больше не работают. Целитель. Он может исцелять других персонажей на расстоянии двух тайлов от себя на 2 очка здоровья. И каждый раз, когда у него выпадает вот такая вот грань на кубике, вместо того, чтобы терять здоровье, он его, наоборот, получает. Плут. Он за 1 очко действия передвигается на 2 клетки. И он, и все его компаньоны не получают повреждения от каких-либо ловушек, если они находятся вместе с ним на одном тайле. Стрелок. Он, естественно, может стрелять на расстоянии до 3 клеток от себя. За 1 очко действия убивать врагов. И также он может на расстоянии открывать новые тайлы, исследовать. Проводник. Его не задерживают никакие завалы. Во-первых, он может спокойно через них проходить. И, во-вторых, он за 1 очко действия может открыть сразу 2 тайла. Аристократ. Во-первых, она у нас командир, может командовать. То есть, за 1 очко действия она может дать другому своему компаньону возможность совершить действие перемещения. И у нее есть свои специальные тайлы. Вот такие они обозначены специальным символом. Она может за 2 очка действия вот эти тайлы, они удобные перекрестки, поместить в любой момент игры вместо того, чтобы потянуть тайл из мешка. И археолог. Она может тянуть из мешка 2 тайла и из них выбирать один, который ей понравится, а второй обратно отправить в мешок. И также за 1 очко здоровья она может перебрасывать кубики во время броска. Совершив свои действия, игрок, играющий из этого персонажа, бросает кубик. Если выпадает вот такая грань, то игрок, который совершил дополнительные действия, то есть прикладывал дополнительные усилия, его персонаж спотыкается и теряет еще одно здоровье. Если выпадает вот такой символ, то происходит выброс славы и все персонажи, которые находились на тайле вот с таким значком, теряют одно здоровье. Вот тут происходит завал, здесь срабатывают ловушки, а вот эта и вот эта сторона влияет на активацию стражей. В правилах не сказано, что представляют из себя эти загадочные стражи, мне представляются ожившие каменные статуи воинов, как в фильмах про Индиану Джонс и мумию. Если выпадает вот эта сторона, то на тайле, ближайшем к персонажу, появляется очередной страж. Если же выпадает вот эта сторона, то все стражи на игровом поле активируются и они двигаются на одну клетку по направлению к ближайшему персонажу, а если они уже находятся на одной клетке с персонажем, то они наносят ему одно ранение. Давайте посмотрим на примере, как происходит один раунд игры. Первым у нас ходит сапер, он у нас находится здесь. Сейчас он за одно очко действия захочет одновременно посмотреть и тут же перейти на следующий тайл, то есть рискнуть. Он берет, не глядя, достает следующий тайл из мешка, ему везет, это безопасный тайл. Он выкладывает его, соприкасаясь со своим уже выложенным тайлом, и сразу на него переходит. Это одно очко действия. У него осталось еще одно. Но в этот раз он решает не рисковать, и за одно очко действия просто смотрит следующий тайл и выкладывает его рядом с собой. Это тоже безопасный тайл, он его выкладывает вот сюда. На этом его ход заканчивается. В конце его хода он обязан бросить кубик угрозы. Бросает, на нем выпадает завал. Когда выпадает завал, вы обязаны взять кубик D6 и бросить его. И все тайлы, на которых встречается единичка, будут у нас завалены. У нас как раз здесь есть один такой тайл, на нем происходит завал, и на него размещается вот такой жетон. Теперь здесь проход закрыт. Захотите здесь пройти, вам придется откапывать это все. Ход переходит к ветерану. Ветеран, у него есть свойства, он может спокойненько расправляться с врагами на клетке, на которой находится. Рядом с ним располагается враг, поэтому за одно очко действия он переходит на соседний тайл, и еще за одно очко действия он с этим врагом расправляется. Тоже он потратил все свои очки действия, поэтому он бросает кубик угроз. У него выпадает грань с активацией монстров, но монстров у нас на поле нет, поэтому в данном случае ничего не происходит. И ходит наш священник. Он у нас может лечить персонажей, может тоже бороться с врагами на расстоянии, но, опять же, такой необходимости у нас на поле сейчас нет, поэтому что он делает? Он за два очка действия совершает так называемый бег, то есть он передвигается сразу на три клетки. И делать он будет это следующим образом. Можно выбрать, в какую сторону он побежит. Допустим, он прибежит сюда. Раз, два, три. И, к сожалению, он попадает на клетку с ловушкой. Ну, мы знали, на что шли. Ловушка здесь есть, поэтому вот такая ловушка с шипами, если вы на нее наступаете, вы обязаны бросить кубик. И если на кубике выпадает один, два или три, вы получаете ранение. Давайте посмотрим, ранен ли наш священник. Да, к сожалению, он ранен. И это сразу три ранения. Оставаться на этом тайле ему опасно, поэтому он решает добавить немножко усилий и потратить еще одно очко здоровья для того, чтобы передвинуться на соседний безопасный тайл. На этом его ход заканчивается. Он бросает кубик угрозы. Выпадает, к сожалению, не самое приятное значение. Это вот такое сердце, которое означает, что когда он потратил дополнительное очко действия, он споткнулся и потерял еще одно последнее свое очко здоровья. Когда персонаж теряет последнее очко здоровья, он ложится вот так вот плашмя. И теперь его компаньоны должны будут его вылечить. Для этого, наверное, саперу придется сюда прийти и потратить одно очко действия. И вторым одним очком действия его подлечить и вернуть его на ноги. Таким вот образом. Коце раунда. Когда все персонажи сделали свои действия. Стражи. Если они у вас есть на поле, все стражи активируются дважды. Об этом нам говорит жетон. Раунда. И в конце у нас двигается маркер активации вулкана на следующее деление. Среди прочих тайлов. Рано или поздно вы из мешка достанете вот такие три тайла с ключами. Они размещаются по всем правилам. И ваша задача будет добраться до этих тайлов и собрать с этих тайлов все ключи. При этом один персонаж не имеет права нести более одного предмета с собой. Есть вот такие специальные жетоны. Они размещаются на соответствующей клетке с ключами. И эти жетоны вы должны будете собрать. После того, как вы достанете последний тайл из мешочка, вы должны его положить и определить самый дальний и глубокий проход в храмовой пещере. В данном случае имеется в виду самый нижний ряд. Это может быть либо вот этот тайл, или вот этот. И добавить к нему тайл сокровищницы. Его можно так положить. В данном случае, чтобы меньше места занимало, можно положить вот так. После этого все три персонажа должны будут прийти в сокровищницу и положить на этот тайл все свои три ключа. Тогда сокровищница откроется. Когда вы увидите артефакт, один из ваших персонажей должен будет зайти в сокровищницу и забрать этот артефакт себе. Но как только кто-то из персонажей забирает себе артефакт, разгневанные боги проклинают карту-подсказку по структуре раунда, переворачивает ее на темную сторону и теперь в конце своего хода каждый персонаж будет бросать не один кубик угрозы, а сразу два, выполняя все, что на них изображено. И в конце раунда маркер нашего вулкана будет передвигаться уже не на одно деление, а сразу на два. Рано или поздно маркер вулкана доберется до своей нулевой отметки. И теперь, как только кто-нибудь из игроков выкинет вот такой символ на кубике, произойдет извержение. Макет переворачивается на противоположную сторону и у нас сразу же сокровищница заполняется лавой. Кстати, если к этому моменту у вас там остался персонаж, да еще и с артефактом, то вы сразу проиграли эту игру, потому что артефакт навсегда потерян для человечества. Но даже если вы успешно избежали лавы в сокровищнице, то в конце каждого раунда у нас на две клетки будет подниматься уровень лавы, соседствующий с теми клетками, которые лавы уже заполнены. И эта лава будет распространяться очень быстро. В лаве погибают и выбывают из игры все персонажи и все стражи, которые находятся тоже в лаве. Кстати, если в процессе игры один из персонажей полностью теряет все свои жетоны здоровья, он не погибает, другие члены экспедиции могут ее восстановить. Но если все члены вашей команды потеряли здоровье, то, к сожалению, вы проигрываете. Ну, а если все выжили и добрались до выхода, то вы выигрываете с легендарным уровнем. Если погибает только один персонаж, то с золотым и так далее. И я должен сказать, что все это прекрасно работает. Игра одновременно и легкое в освоении, и сложная для победы, и напряженная. Особенно в конце игры, и очень тематичная. Кроме того, разнообразие игрового процесса вам обеспечено. Вы можете попробовать подобрать идеальное сочетание персонажей, найти победную стратегию. Но рандомность вытаскиваемых тайлов, броски кубиков не позволяют вам гарантированно легко пройти это испытание. Если говорить о недостатках игры, то они достаточно типичны для кооперативных игр про приключения. Это широкое поле деятельности для альфа-игроков, то есть для тех, кто лучше всех знает, как правильно ходить. Ну, и его величество рандом в виде случайных тайлов, бросков кубиков и так далее. Очень рекомендую эту игру для любителей Америтреша, семейных посиделок и соло-игроков. А если базовой игры вам будет маловато, автор предлагает дополнения. Одно из которых предлагает очень много новых интересных персонажей, среди которых охотник с собакой или, например, гадалка, у которой есть своя очень красивая колода гадальных карт Таро. Есть новые тайлы, есть новый режим игры, в котором вы вместо того, чтобы искать артефакт и поднимать его на поверхность, вы наоборот его толкаете и пытаетесь его уничтожить в лаве, своеобразное такое кольцо всевласти. Есть второе еще дополнение, которое вводит три новых вида стражников, новый режим игры, который позволяет одному из игроков играть против всех остальных, мешая им раздобыть артефакт. В общем, будем надеяться, что у автора игры найдется новый издатель и его фантазия не иссякнет, и мы увидим новые игры за его авторством. А на этом у меня сегодня все. Большое вам спасибо за внимание. Это был Дмитрий, канал GeekMedia. Играйте в настольные игры. Пока-пока.